История в историях. Во второй раз профсоюз ММК организовал и провел конкурс для детей своих сотрудников. Сначала семьи металлургов побывали на тематических экскурсиях и в музее ММК, на обзорной автобусной экскурсии по городу и на промплощадке с выходом на территорию управления логистики. Завершающим этапом стал конкурс рисунков. На награждение победителей побывала наша съемочная группа. Первая палатка и монумент тыл фронту, первый паровоз и промплощадка металлургического гиганта. Привычные образы глазами детей. Ксюша Гожиловская занимается в изо-студии. Для конкурса придумала необычную подачу рисунка с селфи на фоне легендарного памятника. Благодаря проекту профсоюза «Истории в историях» вся семья Гожиловских получила возможность увидеть родной город и комбинат, где работают папа и мама Ксюши другими глазами. Проект очень замечательный. Во-первых, дети пристрастились к рисованию. Мы с детства вообще рисуем. И узнали хоть что-то про комбинат. Наконец-то попасть смогли туда, увидеть, где работают их родители. Им очень, конечно, понравилось. И мы были рады принять участие. Спасибо большое профсоюзу, в котором мы вступили. И, в принципе, нам очень нравится. В этом году в профсоюзном проекте участвовало 223 ребенка. Вместе с родителями более 400 человек. Это проект. Проект, который знакомит с рабочими местами родителей наших маленьких горожан. Он знакомит с историей города. Он знакомит с историей первичной профсоюзной организации. Это целый комплекс. Поэтому пройти на рабочее место каждого из родителей, к сожалению, у нас по технологии невозможно. Но в этом году у нас удалось договориться и с соблюдением всех требований охраны труда у нас все-таки дети посетили рабочие места в ЖДТ. По итогам всех мероприятий ребята представили на конкурс 149 рисунков, которые оценивали члены компетентного жюри в четырех номинациях. ММК «Глазами детей», «Природа Южного Урала», «Археология», «Мой город». Финальный этап прошел в праздничной атмосфере, подготовленной творческими коллективами Дворца Арджинькидзе. Все участники были удостоены памятных дипломов и подарков от профсоюзной организации. А вот призеры, 33 человека, в качестве вознаграждения получили возможность отправиться на экскурсию в Златоуст, где ребята посетят оружейную фабрику и парк Божова.